Пройду их так кратко по каждому стиху. Павел начинает с начала, и он говорит, радуйтесь, Господи, и еще говорю, всегда радуйтесь. И он это повторяет два раза, потому что это важно. Я думаю, слишком часто, даже сейчас, посмотря на ваши лица, не все радуются. Половина из вас уставших, но запомните, что Бог нас обильно благословляет, и Бог нам дал возможность бездельствовать в лагере, и прославлять Его возможность дает. Старайтесь иметь мир со всеми людьми, и святость, без которой никто бы не увидел Господа. Евреям 12.14 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Нужно верить в него и следить за его правами, и просто понимать, что он всегда на твоей стороне. Надо попросить Бога, чтобы он простил все твои грехи. Спасибо. И у меня есть еще один вопрос для тебя. Какая из спорт игр тебе больше всего понравилась? Сегодня. А, сегодня? Да. А, с краской, да? Да. Мне тоже это очень понравилось. Нужно родиться свыше. Что тебе понравилось больше всего в кемпе? Мне понравилось, ну, спорт наш понравилось, и с друзьями тоже быть понравилось. Святость – это наружное или внутреннее состояние? Я думаю, что это внутреннее, и потом оно выходит наружу. Если ты святой внутри, то автоматически снаружи люди будут видеть твою святость. Петя, святость – это наружное или внутреннее состояние? Ну, вообще-то, святость – это и внутреннее, и наружное состояние. А почему? Потому что, если у тебя внутри святость есть, то она будет проявляться наружу. Спасибо. И тебе в этом году понравилось быть наставником для своих детей? Да, ну, очень устаешь. Я тебя понимаю. Спасибо, дети, что вы в этом году приехали в наш лагерь. Я устал, и мне было очень весело с вами. Я буду вас ожидать в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!